Аэродром Дягилева является поистине уникальным, ведь здесь базируются единственные в России центры по подготовке летчиков дальней авиации. Вот на таких самолетах проходит обучение. Это ракетоносец Ту-22М3. По классификации НАТО его называют «бэкфай», что в переводе означает «ответный огонь». Отборное обучение в 43-м центре боевого применения и переучивания летного состава нелегок и попадают на учебу лучшие из лучших. Здесь пилоты осваивают новые виды самолетов дальней авиации и готовятся стать командирами кораблей. По прибытии теоретические основы, а затем плановые полеты для личного совершенствования. Александр Зубцов прибыл с боевого полка Амурской области и сейчас проходит обучение на Ту-95МС. Переучивается с правого сидения на левое, чтобы стать командиром корабля. Изучает повадки «медведя», так называют этот самолет. Нас отобрали, так же мы в Рязань приезжали, отобрали лучших. Приехало 10 человек, отобрали лучших. Вот 4 человека получилось, приехали сюда на командиров кораблей. Вот сейчас пройдем переучивание и далее в боевые полки уже выполнять более тяжелые задачи. Не только по кругу, по маршруту летать, а на дозаправку и на практические пуски. То есть вы отличные? Лучше. Машины в Рязани не учебные, а несущие полное боевое оборудование. Пилоты производят практические пуски ракет и прицельные бомбометания на полигонах. С высоты в 10 километров экипаж должен попасть в отдельно стоящее здание. Осваивают в Рязанском авиацентре пилоты и модернизированный стратегический ракетоносец Ту-22М3. Я являюсь инструктором на самолете Ту-22М3. Это, если так его назвать, дальний бомбардировщик-ракетоносец. Ну а что о нем можно сказать? Уже много сказано было про этот самолет. Он пользуется популярностью в СМИ. Это единственный в своем роде дальний бомбардировщик, который может нести до 24 тонн бомбового вооружения. И также может нести три крылатые ракеты «Воздух-Земля». Красивое название «Бэкфайр». Я больше склоняюсь, его по-разному переводят. Но мое личное мнение, то есть это обратный огонь. То есть при взлете на форсаже ночью характерный хвост пламени до 5 метров за самолетом. Очень красивый взлет. Изначально он создавался как убийца авианосцев. Ту-22М3 может почти в два раза превысить скорость звука. Главная особенность его конструкции в том, что крылья могут менять форму. Использование столь разных режимов полета делает «Бэкфайр» незаметным на экранах радаров. А благодаря такому запасу скорости легче избежать перехвата. Возможности бомбовой ракетной нагрузки самолета до 24 тонн. И, соответственно, я вам могу показать грузоотек нашего самолета, в котором находится бомбовая нагрузка. Эти 24 тонны. Соответственно, там снимать не будем. Но здесь, вот видите, открываются люки. И бомбы выходят в зависимости от задания. То есть по одной, по две, по три. И, соответственно, летят в цель. Сброс бомб и дозаправка топливом в полете. Лишь некоторые элементы, которые должен выполнить будущий командир корабля. Вместе с модернизацией парка самолетов дальней авиации меняется и программа обучения. Всего же за время существования центра здесь прошли подготовку более 400 тысяч летных специалистов по различным категориям.